Субтитры делал DimaTorzok Как лучше-то, господи, не могу с этими волосами определиться Некомфортно без очков снимать, понимаете? Вот как донька начинает что-то снимать, камера включается Сразу всем надо пойти по своим делам вокруг меня Слушайте, я не могу никак привыкнуть без очков снимать Я прямо в таком дискомфорте нахожусь Я села с вами попить кофе Так, иди отсюда, ты иди отсюда Иди отсюда Вишня, 8 марта международный женский день Но сегодня, во-первых, седьмое А во-вторых, 8 марта Это день, когда женщины боролись за равноправие Вот Они просто за красивые глаза им этот праздник назначили У тебя какое там равноправие? Никакого Глубокая философия от надежды с утра В общем Что я хотела обсудить? Почему я вообще села записывать сегодня это видео? В общем, получилось так, что вчера мы записались все-таки на прививку от ковидла Ну и соответственно у меня вода в заднице не держится И я выложила об этом историю в инстаграм Я выложила Я получила огромный отклик от людей Что очень многие негативно относятся к этой прививке Ставить ее не собираются И мало того, очень много сообщений получила в директ Ну как, относительно много От своих знакомых, от своих незнакомых Что типа зачем, почему, для чего Я скажу сразу У меня на этот счет несколько аргументов Которые ни в коем случае не должны быть аргументами для вас Исключительно вам принимать решение Ставить или не ставить эту прививку Это сугубо ваше личное дело Но вот для меня эти аргументы Которые я сейчас обозначу И расскажу свою мотивацию Зачем я ставлю эту прививку Они для меня достаточно весомые Начнем с того Что ты можешь не ходить тут Пожалуйста Сейчас она обратно пойдет Начнем с того, что эту прививку поставили люди Которые в моих глазах В моем мироощущении Обладают для меня определенным авторитетом И авторитетным мнением Во-первых, это родители Данилова Потому что они врачи Они знают, что они делают У них уже достаточно большой опыт В медицине И я не думаю, что Я не думаю, что люди С таким опытом в медицине Как-то не просчитают Какие-то риски и так далее И тому подобное Они знают, что они делают Во-вторых, мой научный руководитель По практике Она тоже для меня имеет Достаточно такой авторитет В моих глазах Я не думаю, что этот человек Способен к совершению Каких-то необдуманных поступков Она тоже пошла И поставила себе прививку Во-вторых, мой хороший друг Мой отброгруппник Он тоже поставил эту прививку Мы с ним долго общались Да вишня Мы с ним долго общались На этот счет Как у него самочувствие И так далее И тому подобное А кто говорил, что будет легко Да, ему первый день Было плохо после прививки Но я себя так же морально К этому готовлю Потому что И от прививки От гриппа Мне тоже было плохо Ну, типа И что Не прививаться от гриппа Хотя я не прививаюсь от гриппа Но в школе мне ставили Эту прививку У меня всегда было плохо Не знаю Плюс еще ко всему Данила пугает смертность От этой болячки Все говорят Агоди Лучше привиться Нежели чем не прививаться Хочешь жить Привейся Хорошо Почему мы на антитела Не сдали тест А смысл нам сдавать Даже если они есть Их небольшое количество Скорее всего А так Если мы привьемся У нас появятся свежие антитела И будет ему где-то Примерно от полутора до двух лет А новые штампы Идут один за одним От всех не убережемся Но от большей части Да Я жить хочу И тебя с собой забираю В жизнь Но это Россия У нас люди боятся Априори И неизведанно Ну боятся Очень сильно Это или они там И чипирование Надумывать начинают И так далее Это естественно Потому что Все-все новое Это страшно Вспомни как Петр Первый Картошку в Россию Берез Историю Помнишь? Знаешь сколько От картошки Умерла? Да Потому что Ну вот Ее сырое жрали Они не то что Сырое ели Они ели не плоды Они ели вот этот вот Сверху Зелень И сказали вот как то что Минутка истории На канале Вот как то что Вот как то что Вот слушайте Все ядшие Вкусно Полезно Просто Наши Что пошли Ели Не плоды Если Они же Корни Это Типа мусор Что такого Ну я Агентирую За то что Я бы Сказывала Вопрос Освободительное мнение Почему Я считаю Что Мне нужно Привиться Нужно ли Это Делать Вам Это Сугубо Ваше Дело Если У вас Есть Проблемы Ну как бы С организмом Вы Как бы Ну не Самый Сильный Человек По здоровью Вы Это Приказно Понимаете Самое Страшное Не Сам Ковид Это Все Говорят Самое Страшное Его Последствия Вот Бомбами И так далее Там Где Очень Высокая Смертность Есть Много Блогеров Которые Уже Типа Ну Я Иду Прививаться Потому Что Я Очень Зависима От Чужого Мнения Потому Что Что Крестьяне То И Обезьяне Это Признаю Потому Что Очень Много Авторитетных Для Меня Людей На Кого Я Равняюсь На Кого Я Смотрю Которые В Моих Глазах Авторитетны Это Еще раз Повторюсь Родители Данила Моя Мама Тоже Хочет Прививаться Мой Научный Руководитель По Практике С Которым У меня Хорошее Отношение И На Которую Я Также Стараюсь Равняться В Каких То Бытовых Таких Вещах И Мой Одногруппник Которому Я Тоже Доверяю Который Человек Достаточно Неглупый Он Еще Только В самом Начале Когда В Екатеринбург Завезли Эту Прививку И Сделал Поэтому Мой Главный Аргумент Такой Вот Как бы Он Смешно Не Звучал Но Он Такой Во-вторых Мы Постоянно Куда-то Ходим Постоянно В общественных Местах И У меня Мало Вариантов Либо Помереть От Ковидлы Либо Помереть От Прививки Тут Как От Прививки Ты не умрешь Еще раз говорю Это нормальная вещь У меня Тетка В Израиле Вот Сядь пожалуйста Отдельно С вами Виде Все Уйди Из моего Видео Уйди Изгоняю Из моего Видео Посмотреть На других Тетка Жет в Израиле Сейчас Ей уже Ставят Вторую Прививку У них Уже Пизер Ставят А у нас Спутник Большая Разница Кто Хочет А кто Разница Наш Спутник Доже Говорят Что Посмотрели Уже Нормальную Нормальную Они все Примерно На одной Басе Делаются Я уже Допила кофе Тем временем У них Уже Половина Страны Привилось 60-70% Уже Уже Второй Пошли У нас В Екатеринбурге Сегодня 7 марта Привито 4% Человек Чтобы Привился Коллективный Иммунитет Нужно 60% У нас Люди Просто Не хотят Идти У нас Люди Боятся Не бойтесь Пожалуйста Да Не навязывай Все Это наше С тобой Дело Люди Сами решат Что им делать Мы Не навязываем Все Политика Канала Бековской Не навязываю Второе Хорошее Событие Которым Я хотела Вам Рассказать За утренним Кофе Но Пока Тут 10 минут Рассусоливали За прививку Я уже Все Выпила Все Съела И повторить Кофе Да Если не сложно А там что есть? Есть Такая возможность Сейчас А челки Майми Ну что то Он какой-то Суховатый Он во-первых Суховатый А во-вторых У него Вот эта вот Глазурь Это не Шоколадкой Полита А вот Эта кондитерская Глазура Пластилина Да не Не мастиковая Колечки Мне понравились Колечки Вкусные А вот Знаешь Такая Кондитерская Поливка Шоколадная Типа Типа Дальше Знаешь Самые дешевые Шоколадки Такие Пластилиновые Я знаю Но вот это из этой серии. Я пришла к выводу, что я совершенно не умею вести себя перед камерой. Мне нужно кривляться, мне нужно постоянно что-то делать. Мне нужно всматриваться, как я выгляжу. Это вообще какой-то катарсис. Мне ещё не нравится моя прическа. Не быть мне звездой. Великодушное спасибо. Великодушное спасибо вам. Спасибо большое. Любимый человек. Так, о чём я хотела вам рассказать? Я хотела с вами поделиться новостью, что мама у меня завела собаку. Сейчас появятся кадры. Вот он. Прохор, сидеть. Сидеть. Лапу. Молодец. Хороший, умный парень. Место. 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 Где у Прохора место? Место где у Прохора? Место где у Прохора? Прохор. А Прохор? Где место? Ну, где место? Вот место у Прохора. Молодец. Это Бостон-терьер Проша. Мама назвала его Прошей. В прошлой жизни он был Тайсон. Взяли мы его из приюта. Ну, как мама взяла. Я ей просто подсказала, навязала и т.д. и т.п. Прошу взяли из приюта. Это... Нашла информацию про Прошу, он же Тайсон, в группе помощи французским бульдогам. Сейчас вам скину ссылку на их инстаграм. Поэтому, пожалуйста, хотите взять питомца, обратите внимание сначала на приюты, потому что я лишний раз убедилась, что сейчас любую породистую собаку можно найти в приюте. Это вообще какой-то ужас. Мир сошел с ума. Реально. У нас как было? Мама сказала, ну, я бы хотела собаку завести французского бульдога. Типа, без проблем. Мы хотели ей подарить щенка, ну, купить как бы щеночка. Но, во-первых, она живет одна, во-вторых, она работает. И у нее график, он периодически меняется. А вы представляете, что такое щенок? Щенок это 4 раза в день кормить. Это первые 4 месяца он писает, как и от дома. А она постоянно на работе. И мы уже думали взять ей такую собаку, немножко подросшую. Проша уже 7 месяцев. Проша уже сам ходит на улицу. Он терпит вполне спокойно. Он остается дома один. И то есть маме с ним в этом плане комфортно. Единственное, Проша немножко запущен по здоровью. В плане того, что у него там ушной клещет и ДТП. С прививками у него там сейчас разбираемся. И взяли его с такими проблемами по поведению, что у него есть такая немножко необоснованная агрессия. Но это все решается. Они сейчас будут заниматься с кинологами. И поэтому я бы очень хотела еще раз вас призвать и обратить ваше внимание, что прежде чем взять собаку, обратите внимание, пожалуйста, на приюты. Что, возможно, вы спасете чью-то жизнь и сделаете доброе дело. А еще 13 марта у нас в Екатеринбурге пройдет масленица в приюте Хаски ЕКБ. Вот здесь вот сейчас тоже появится об этом информация. Мы там будем. И вас тоже приглашаю взять вкусняшки собачкам. Вот отлично провести время с Хасочками. Хасочка это мега-пизитивная. Мега-пиздец. Хасочки это очень позитивные собаки. Это такой коллайдер-дронный, вечный двигатель. И это просто мой личный источник энергии. Это собаки. Если мне становится очень грустно, мы берем собаку, идем на собачью площадку. Я всех собак там перекискаю. Мне потом становится очень хорошо. То есть собаки это моя отдушина. Я в них нахожу какую-то подпитку энергетическую, можно сказать так. Ладненько, девчонки. Вот такое сегодня болтательное, развлекательное видео у меня получилось. Я вроде как выговорилась, все вам рассказала. Думаю, увидимся с вами завтра. Я хочу себе сделать ноготочки на 8 марта. Красивые, модные, молодежные. Но я еще думаю. Я еще думаю, потому что обычно с длинными ногтями я долго не хожу. У меня все отлетает. Но не то, чтобы отлетает, я отгрызаю. Я грызу ногти. Катастрофически грызу ногти. Если у меня на них нет покрытия, все нормально. Если я делаю покрытие, я его отгрызаю. И с этими ногтями я прохожу неделю. Поэтому я пока думаю, стоит ли игра свечи. Наверное, стоит. Да, хоть неделю, но походить с красивыми ногтями. Поэтому вот. Всех люблю. Всех целую. С наступающими вас праздниками. Любите, будьте любимыми. Передавайте привет своим мужчинам. Как-то это странно, да, звучит от меня. От посторонней женщины передайте привет своему мужчине. Ладненько, девчонки, мальчонки. Я вас обожаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok